Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки на одном канале. Ну что же, поехали! Заводчики комнатных растений всегда переживают за судьбу своих зелёных подопечных во время своего длительного отсутствия дома. Как правило, этот вопрос встаёт особенно остро, когда семья в полном составе отправляется на отдых, однако решение есть. В обзоре ниже речь пойдёт о невидимых садовниках, которые осуществят полив комнатных растений в отсутствие хозяев. На первый взгляд, данная проблема кажется нерешаемой, если не привлекать к помощи третьих лиц, соседей и родственников знакомых. Но это сопряжено с передачей ключей от вашего жилища сторонним людям, к которым не всегда бывает стопроцентное доверие. Кроме того, многие люди ревностно относятся к частной собственности и попросту не хотят пускать кого бы то ни было в свой дом. Даже если доверие к этим людям безгранично. Это может прозвучать удивительно, но вопрос удалённого полива почв и растений мог бы быть решён ещё в 80-х годах прошлого столетия, а по некоторым источникам – около 70 лет назад, когда впервые в СССР был разработан Аквагрунт. Современным детям этот продукт известен скорее как шарики Орбис или гидрогелевые шарики, которые можно купить в большинстве киосков, на рынках, в магазинах китайских товаров или просто в супермаркете. Принцип гидрогелевых шариков – накопление, удержание и постепенная отдача влаги. Схожие материалы используются в современных детских подгузниках. Каждый шарик гидрогеля может вырасти в 10-30 раз относительно своего первоначального размера. Как правило, в самых популярных на рынке гидрогелевых наборах изначальный диаметр каждого шарика 2-3 мм. Чтобы шарик начал расти, достаточно положить его в ёмкость с водой. Каждый шарик способен набирать влагу и отдавать её, затем снова набирать и отдавать бесконечное количество раз. Производители заявляют, что срок службы гидрогелевых капсул – 5 лет. Шары легко моются при помощи проточной воды. Достаточно использовать дуршлаг или сито, чтобы без проблем вымыть их. Аквагрунт используется для увлажнения почв и газонов в засушливых странах. Например, его слой закладывают под грунт создаваемого поля для гольфа в стране, где редко идёт дождь. Таким образом, после прошедшего дождя гидрогель накапливает в себе воду, а затем равномерно отдаёт её почве вплоть до следующего дождя. Как использовать гидрогель для удалённого полива комнатных растений? Перед тем, как уехать в отпуск на длительный срок, необходимо положить гидрогелевые шарики в горшочки с комнатными цветами. Чем более влаголюбиво то или иное растение, тем больше шариков нужно положить в горшочек с ним. Гидрогелевые шарики можно использовать не только в отсутствии хозяев, ведь они не только осуществляют равномерный полив растений, но ещё и выполняют декоративную функцию. Смотрятся они в горшочке с растением просто здорово. Когда влага практически полностью будет отдана растению, гидрогелевый шарик никуда не исчезнет. Как было сказано выше, его срок службы – до 5 лет. Поэтому шары можно просто достать из горшочка, вымыть проточной водой при помощи дуршлага, и они снова готовы к набору влаги и новому использованию. Ассортимент гидрогелевых шаров сегодня чрезмерно велик. Можно найти шары разнообразного размера, разных цветов, однотонные наборы. Если заводчик комнатных растений обладает к тому же креативным видением и чувством цвета, то в магазинах легко можно подобрать гидрогелевые шары, совпадающие по цвету с горшками растений или цветущими бутонами. Кроме того, в гидрогелевых шарах можно проращивать семена или хранить срезанные цветы в вазах с ними вместо привычной воды. Гидрогелевые шары абсолютно гипоаллергенные и безопасные для здоровья ваших детей и питомцев. Разумеется, следует подальше держать емкости с гидрогелевыми шарами от детей до трех лет. Но даже если ребенок проглотит чистый шарик с гидрогелем, важно понимать, что в его состав входит только вода и вещество, сходное по составу с желатином, поэтому шар просто выйдет из организма естественным способом, не нанеся ему вреда. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.